Сегодня вирус папиллома человека является одним из самых распространенных вирусов из тех, что передаются половым путем. Уже научно доказано, что как и у женщин, так и у мужчин он может провоцировать онкологические опухоли. Одно из самых распространенных заболеваний это рак шейки матки. Это программа «Мамина школа». Меня зовут Олеся Новикова. И сегодня мы будем говорить о здоровье. Смотрите в программе. Прививка от рака. 10 мифов о вирусе папиллома человека. Чем опасен холод для женщин. Советы красоты. Безглютеновый пирог с яблоками. И свежий обзор настольных игр для детей. Сейчас это наша задача защитить будущее и здоровье своих детей. Родители самостоятельно принимают решение о вакцинации против папиллома вирусной инфекции. И определиться, сделать выбор нам поможет гинеколог медицинского центра Медин Элина Узун. Элина Олеговна, добрый день. Здравствуйте. Что такое вирус папиллома человека? Где и как им можно заразиться? К сожалению, на данный момент папиллома вирусная инфекция – это очень часто встречаемое, широко распространенное заболевание. И оно опасно тем, что оно глобально поражает практически все население. От периода подросткового периода, то есть начала молодого репродуктивного периода, и до глубоких возрастных изменений. И мужчин, и женщин, и подростков в том числе. И опасно тем, что широко, и массивно, и агрессивно поражает все население. Верно ли, что многие виды рака, шейки, матки, как раз вызваны именно вот этим самым вирусом папиллома человека? И другие виды рака. В основном на слуху только рак шейки матки, но, насколько я знаю, есть и другие доказательства. Несомненным фактором в инициации генеза рака шейки матки является, конечно, вирус папиллома человека. В 50% случаев онкозаболевание половых органов как у мужчин, так и у женщин является причиной папиллома вирусная инфекция. Поражает так, как поражает слизистые и кожу половых органов. Но, к сожалению, не только половых органов, но и ротовой полости. Чаще также передается этот вирус, что тоже немаловажно, трансмиссивно, то есть от матери к плоду. И во время рождения плода ребеночек может инфицироваться и инфицировать ротоглотку, вызывая онкозаболевание ротоглотки. И изначально, будучи женщиной беременной, в малом сроке может инфицироваться и клетки трафобласта, то есть провоцировать самопроизвольные выкидыши и аборты. Вот чем опасен тоже этот вирус. Цифры вы, Елена Олеговна, называете такие высокие. И риски, я как поняла, тоже серьезные. Естественно, вопрос, как обезопасить себя и своих детей? К сожалению, да, по поводу цифр ежегодно отмечается около 500 тысяч заболеваемости рака шейки матки. Из них, к сожалению, несмотря на то, что все-таки медицина у нас прогрессивно идет вперед, генетика идет вперед, из них, к сожалению, половина женщин умирают от рака шейки матки. То есть представьте себе, да, какие цифры. 40% мужчин рака, рак половых органов, это тоже, кстати, ассоциированный с вирусом папиллома человека. Как себя обезопасить? Мы широко пропагандируем скрининговые исследования, то есть ежегодное посещение гинекологического кабинета. К сожалению, на данный момент осмотры у нас, можно сказать, опротонистические. То есть женщина приходит самостоятельно, добровольно, желает добровольно самостоятельно сдать цитологический анализ, пройти скрининг на рак шейки матки. Мы стараемся, мы проводим пропаганду здорового образа жизни, посещение гинеколога, ежегодный осмотр, кальпоскопические осмотры, расширенные кальпоскопии, расширенными пробами. Часть анализов цитологических сейчас доступны женщинам бесплатно по месту жительства. Конечно, скрининг на вирус папиллома человека женщина проходит самостоятельно за свой счет. Есть, конечно, страны, которые обеспечивают, спонсируют, там, где развита страховая медицина, но, к сожалению, не в данном регионе. Даже, в принципе, скрининговые исследования на ВПЧ недоступны, к сожалению, даже в нашем регионе, не в каждом уголке региона. Не в каждом лечебном заведении. Да, не в каждом лечебном. Тем не менее, мазок на цитологию шейки матки возьмет любой гинеколог. Да, 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 это абсолютно обязательный, безвредный. Ну, это, я так понимаю, исследование, которое уже покажет, что есть опасность, да? То есть развивается рак шейки матки, да? Да. А есть возможность не довести до этого какая-то вот профилактика, вакцинация? Профилактика, конечно. То есть в первую очередь это все-таки пропаганда здорового образа жизни, то есть моногамные отношения, то есть исключить часто смену половых партнеров, это пропаганда барьерного все-таки метода контрацепции, информирование населения, да, по поводу данной инфекции. Ну и большой прорыв в медицине, конечно, за последние годы в нашем веке все-таки это прорыв геноинженерии, создание вот такой вакцины, как квадривалентная вакцина. На данном этапе есть у нас гордосил, то есть она квадривалентная, и есть цервоксил, то есть двухвалентная вакцина, то есть против двух видов папиломовирусной инфекции. Поэтому, в принципе, нужно это делать, но нужно все это делать своевременно. Обсудим это чуть-чуть позже. Если следить за здоровьем детей, у женщин еще хватает сил и времени, то вот до себя почему-то руки не доходят. О том, как обезопасить себя от онкологии, мы расскажем чуть-чуть позже, а прямо сейчас обсудим, как сохранить красоту зимой. Полезные советы есть у супермамы Тани. Выглядеть на все 100 зимой гораздо сложнее, чем в любое другое время года. Кожа и волосы подвергаются сильному стрессу. Но несколько несложных советов помогут пережить зиму и не растерять свою красоту. Главное правило зимней красоты – утепляться. Кутаемся в теплый шарф и шерстяную шапку, чтобы защитить подчелюстные, затылочные и околоушные лимфоузлы. Это незаменимые природные фильтры для лимфы, а переохлаждение и простуды меняют строение лимфоузлов, и они перестают справляться со своей фильтрующей функцией. Лимфа начинает застаиваться, шея отекать, а второй подбородок увеличиваться. Эксперты по естественной красоте советуют в зимнее время года завести дома такие мини-грелочки. Для этого понадобятся чистые хлопковые носки и наполнитель. Можно использовать соль, гречку или рис. Брыли и отёки – это результат спазма лицевых мышц. Прикладываем грелку к колбу, носовым пазухам и жевательным мышцам. Сухое тепло помогает мягко разогреть лицевые мышцы, улучшить кровоток и вернуть нормальный тонус. Разогревать такой мешочек можно в духовке или микроволновке. Следите за температурой грелки, она должна быть комфортной. Как бы ни парадоксально это звучало, но зимой бьюти-эксперты советуют использовать средства солнцезащитными фильтрами. Дело в том, что отражаясь от снега, ультрафиолетовые лучи усиливают своё пагубное действие в несколько раз. И, кстати, зимой приветствуются как раз плотные текстуры. Это защитит кожу от ветра и холода. Эксперты по естественной красоте советуют осторожнее относиться к контрастным водным процедурам. При посещении бани не увлекаться обливанием ледяной водой. Такой способ закалки может привести к спазму мышц всего тела. Лучше прислушаться к собственному телу и перейти в комфортный режим. Специалисты рекомендуют прививать детей от вируса папиллома человека от 9 лет и до начала половой жизни. Именно в этот период вакцина наиболее эффективна. Подробнее сейчас обсудим с врачом. У родителей и вообще у людей очень много сомнений по поводу именно этой вакцины. Есть ли у неё доказательная база, есть мифы по поводу бесплодия. Вот как-то хочется всё это обсудить. И меня ещё интересует, если ты не успел в этот период от 9 до начала половой жизни, уже нет смысла её делать? Нет, смысл есть всегда, но при условии, если мы выявляем ВПЧ-статус, с отрицательным, то есть в любом возрасте. Вакцина разработана для введения, то есть вакцинации от 9 до 45, то есть такие рамки. Но при условии, что ВПЧ-инфекция отрицательна при скрининговых исследованиях. По поводу мифов, разноречивых высказываний, доказательная база очень большая. С 2006 года впервые в Пекине была она признана максимально эффективная в отношении 4 штаммов и опосредована ещё 10 штаммов. То есть что, в принципе, на 25% защищает женщину от рака шейки матки. То есть она и признана как вакцина от рака шейки матки, да? Откуда же эти мифы про бесплодие? Ну, наверное, это всё-таки какие-то страхи нашего населения. Это какая-то неинформированность нашего населения. Но с 2006 года очень многие страны, в принципе, Европы, Узбекистана, Австрии, Швейцарии ввели эту вакцинацию в календарь, национальный календарь вакцинации детей. Но пока, к сожалению, возрастные периоды действительно очень ограничены. То есть в календаре вакцинации бесплатно. То есть в сроке ровно 9 лет. Всё, что как бы детки наши старшие, дальше вакцинация за свой счёт. То есть она действительно является дорогостоящей. В несколько этапов проводится зависимости от возраста. Поэтому здесь решение остаётся за родителями. Вот по поводу стоимости вакцины. Понятно, что для того, чтобы её сделать, допустим, у нас в регионе её нет, придётся ехать куда-то будет. Или в Кишинёв, или на Украину, или в Россию. И приличное количество денег, она стоит около 100 долларов, да? Одна доза. Да, одна доза. Но если вот сравнивать на весах риски потратить деньги на вакцинацию, или тратить, возможно, в будущем деньги на лечение онкологии, на операцию по удалению рака шейки матки, вот хочется взвесить. Где ты тут больше найдёшь, а где потеряешь? Можно вообще такие вещи взвесить? Конечно, представить женщину, та, которая выходит из кабинета гинеколога с таким страшным диагнозом, как предрак шейки матки, либо рак шейки матки, у женщины, во-первых, теряется качество жизни, теряется самооценка. К сожалению, очень многие, то есть личная жизнь, да, нарушается. Поэтому тут, в принципе, исходя из этих всех стрессовых, неприятных ситуаций, конечно же, лучше своевременно предупредить развитие рака шейки матки. То есть если женщина, в принципе, ежегодно посещает кабинет гинекологический, если, к сожалению, мы не успели до начала половой жизни, либо мы не успели, к сожалению, до её инфицирования, после первого дебюта сексуальных отношений, женщина инфицирована, пугаться этого диагноза не нужно. На ранних этапах, на ранних стадиях, на выявляемости даже рака инситу, то есть рак на месте, то есть аденокарцинома, всё это легко поддаётся коррекции и лечению. Просто оно всё, ну, как мы говорим, в наших руках. Поэтому делайте выводы, посещать гинекологический кабинет или не посещать. Мы, когда про вакцинацию от вируса папиллома человека говорим, в принципе, представляем в основном женщин и девочек. А вот что говорить о мальчиках? Ведь они тоже могут быть носителями, да, когда станут мужчинами. И, по сути, могут этот вирус подарить своей женщине и, грубо говоря, её убить. Да, инфицирование, как правило, конечно, происходит путём половой передачи инфекции. Ну, мы ещё говорили, конечно, от матери к ребёночку, но это тоже вопросы, конечно, дискутабельные в зависимости тоже от иммунного ответа ребёночка. Мальчики, да, действительно являются переносчиками. И зачастую сейчас тоже проводится очень много исследований, что рак половых органов у мужчин вызывается тоже папилломовирусной инфекцией. То есть он не только носительный, он тоже в зоне риска? То есть очень большой процент. Поэтому стоит вопрос также об вакцинации и мальчиков. Но пока больше государства, конечно, заботятся о женском населении, то есть о продлении рода человеческого. Поэтому у женщины всё-таки выходят женщины и девочки на первый план. Но это тоже связано с тем, что мы являемся таким замыкающим звеном. То есть пути передачи, в принципе, блокируются. То есть от женщин к мужчинам, от мужчин к женщинам. Поэтому блокируют хотя бы на этом этапе. То есть женщины прививаются. Так как доказано, что всё-таки этот вирус эпителиозависимый, то есть он находится именно в клетках цервикального канала, в клетках, выстилающих половые органы. То есть тут у девочки, когда она вакцинирована, формируется ответ иммунный, если она вакцинирована. И клеточки иммунитета начинают агрессивно подавлять папилломовирусную инфекцию. Часто эта инфекция, она находится в женском организме транзиторно. То есть даже бывает, что неинфицированной 20% женщин происходит самоизлечение в 20% случаев при условии стойкого крепкого иммунитета женщины. Которую можно добиться с помощью вакцинации. Да, бывает, даже не приходится не лечить. И в принципе не вызывают онкогенных каких-то поражений шейки матки и стеноклагалища. Понятно. Прямо сейчас немного отвлечёмся и отправимся на кухню. Будем готовить пирог с яблоками безглютеновый. Пора позаботиться о себе мамы. Печём безглютеновый яблочный пирог. Конечно, такой рецепт может пригодиться для лечебной диеты. Но в любом случае это просто низкокалорийный вкуснейший перекус. Нужны яйца, рисовая мука, яблоки, разрыхлитель и ванилин. Любой посластитель на выбор. Взбей до пышности два яйца. Через сито всыпь 50 граммов рисовой муки. Это сделает пирог воздушным. Добавь сахар или можешь вообще обойтись без него. Затем ванилин и разрыхлитель. Застели небольшую форму. Это 18 сантиметров в диаметре бумагой, чтобы не использовать масло. Нарежь яблоки дольками, не очищая кожуру. Советую тебе брать сладкие сорта, вроде Айдорет или Рихард. Выкладывай тесто в форму, потом очередь долек. Все, пеки 25 минут при температуре 180 градусов. Это очень просто, вкусно и действительно поможет держать себя в форме, при этом лакомиться десертом. Хитро придумано. Если вдруг вы что-то пропустили или не запомнили, не страшно. Все рецепты есть на нашем канале на ютюбе. Рассказываю, как найти. Набирайте в поиске «Мамина школа», там есть плейлист с рецептами. А в нем и супы, и салаты, и десерты. В общем, можно готовить каждый день и ни разу не повториться. А мы возвращаемся к нашей теме. Сегодня говорим о вирусе папилломы человека. Если человек узнал, что у него есть вирус папилломы человека, допустим, сдал какие-то анализы, это что, 100% онкология его ждет? Или же все-таки есть какие-то другие варианты развития событий? Он вообще лечится, этот вирус папилломы человека? К сожалению, на данный момент еще не изобретен тот препарат, который бы вылечил вирус папилломы человека. Но 100% приговор при выявлении папилломы вирусной инфекции, конечно, мы никогда не выносим. Здесь нужно обратить внимание на меры предосторожности и профилактики развития рака шейки матки. То есть обязательное посещение гинеколога исключает хронические рецидивирующие инфекции. То есть наша главная задача – уменьшить количество рецидивов папилломовирусной инфекции. То есть мы часто используем иммунопрофилактику, мы часто используем местную влагалищную какую-то санацию. То есть блокируем развитие патологических процессов. То есть все эти мероприятия снижают риски формирования рака шейки матки. Может, и какой-то определенный образ жизни надо иметь? Ну, конечно, ведется пропаганда про моногамные отношения, то есть за правильные отношения, половые отношения, разговоры с подрастающим населением, с подростками, гигиена женщин тоже, так же, как и мужчин. Кстати, тоже интересный фактор. Проводили исследования среди мужчин тоже, да, по поводу переноса и носительства папилломовирусной инфекции. И в 30% случаев мужчин, которые подвергались процедуре обрезания, они меньше, находятся в группе риска, меньше группе риска по заболеванию рака. То есть из-за этого можно сделать вывод, что с гигиеной? То есть гигиена, да, является тоже одним из первоначальных звеньев профилактики рака шейки матки у женщин. Сейчас прервемся и посмотрим обзор настольных игр. Есть один работающий совет. Уделяйте играм с ребенком хотя бы 20 минут в день, и он обязательно скажет вам спасибо за счастливое детство, когда вырастет. Привет, друзья! Сегодня хочу рассказать вам о настольной игре детства «Барабашки». Она подходит для детей от 4 лет. Играть можно компанией от 2 до 6 человек. Но хорошо бы, чтобы игроки были примерно одного возраста. Чуть позже расскажу почему. Давайте посмотрим, что лежит в коробке. Итак, коробка небольшая. Здесь колода карт и 4 деревянных героя. Можно сказать, что все довольно компактно. И на самом деле и колода карт, и все вот 4 фигурки поместятся в маленьком мешочке. Этот мешочек можно положить в мамину сумку и взять с собой в поликлинику, в дорогу или на какой-то пикник. На самом деле это очень удобно. Как я уже говорила, в коробке живут 4 друга. Это призрак Барабашка и его деревенские друзья. Розовый поросенок Хрюк, зеленый лягушонок Квак и желтый цыпленок Ципа. А сам призрак, как в принципе и положено всем привидениям, белого цвета. Я не зря акцентирую внимание на том, какого цвета герои, потому что именно на этом и будет построена вся игра. Итак, все просто. Герои стоят на столе. Один из игроков открывает верхнюю карту колоды, кладет ее так, чтобы все видели, что здесь нарисовано. И вот тут нужно действовать со скоростью света. Смотрим, кто из героев на карточке нарисован правильного цвета. Здесь только лягушонок Квак. И теперь нужно быстро этого героя схватить. На карточке может быть один, два или три правильных героя или же черный барабашка. И тогда нельзя хватать никого, даже если они правильного цвета. Быстро хватай. Хрюшка! Успел, Стас. Забирай себе карточку. Игра здорово развивает координацию движений, скорость реакции и внимание. Но именно поэтому я говорила, что игроки должны быть примерно одного возраста. Потому что если играть с более старшими игроками, то им придется иногда поддаваться, чтобы все было по-честному. Партии короткие, не больше 15 минут, а закончится игра как раз в тот момент, когда закончатся все карты в этой колоде. Победителем станет тот, у кого будет больше всего карт очков. В общем, отличная игра. Мамина школа рекомендует. Если любите настольные игры, то заходите на наш канал на YouTube. Там очень много отличных обзоров и распаковок. А у нас осталось несколько важных вопросов о женском здоровье. Я так понимаю, что рак шейки матки на ранних стадиях, в принципе, излечим. Но вот как эту раннюю стадию заметить? Есть у него вообще какие-то симптомы? Может женщина сама определить, что ой-ой-ой, надо быстрее бежать к врачу? К сожалению, этот вирус этим и кайварен. Что он долгое время протекает бессимптомно. И от периода инфицированности, как мы говорили, от первого дебюта половых отношений, до выявления рака шейки матки, к сожалению, может пройти, или к счастью, наверное, 15-20 лет. И он себя никаким образом не проявляет. Проявляет он уже, к сожалению, себя на поздних стадиях. То есть женщина может... Это уже ничего сделать? Ну, уже только палеотивная терапия, к сожалению. Операция, да? То есть операция, да, уже работает. Полностью удаляется, онкологи назначают курсы радиотерапии местной. То есть женщина, в принципе, страдает от этого. Приводит женщину к инвалидизации, к сожалению. Поэтому, как мы ещё раз говорим, регулярное посещение кабинета гинеколога. Если женщина замечает, что у неё какие-то появляются нехарактерные выделения, нарушения менструального цикла, эпизодические либо периодические боли в области промежности, в крестцово-повздошной области, если она обращает внимание, что у неё, в принципе, необоснованно отекают нижние конечности. В принципе, это требует внимания и требует диагностики и дообследования с целью исключения рака шейки матки. И вот частый вопрос тоже задают женщины. Если у меня один постоянный партнёр, и я замужем, какой смысл мне прививаться? Ниоткуда же не прилетит? К сожалению, быть стопроцентным уверенным в наше время в половом партнёре мы не можем. То есть каждый отвечает за свои поступки сам. Каждый должен для себя сделать сам вывод. Я хочу провести профилактику для себя, либо не хочу провести профилактику. То есть за себя-то ты отвечаешь, а единственный или ты? За полом партнёра, да, отвечать не нужно, потому что у каждого есть свой половой анамнез, к сожалению, кто-то со своим багажом. Поэтому каждый за своё здоровье в ответе сам. И в этом вопросе мало того, что мы в ответе за своё здоровье, именно в этой ситуации мы ещё и в ответе за здоровье наших детей. Элина Олеговна, спасибо вам большое, что всё объяснили простыми словами, потому что тема сложная, надо было в ней разобраться. Я вам желаю, чтобы все ваши пациенты и большие, и маленькие, и здоровыми были. Спасибо. Всего хорошего. И вам всего хорошего. В прошлом году Всемирная организация здравоохранения объявила недоверие к вакцинации одной из главных угроз здоровью населения мира. Поэтому изучайте проверенную информацию и принимайте адекватные решения. Это была программа «Мамина школа». Мы увидимся с вами на следующей неделе. И будем расти в здоровых детей вместе. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»